здравствуйте для начала хочу поблагодарить тех немногих кого не затрудняет донатить и делает это каждый раз после каждого выпуска или раз в месяц это очень помогает в работе например совсем скоро мне предстоит важная поездка о нем вы узнаете посмотрев до конца после титра с гудком самом-самом конце теперь по теме нам часто приходилось доказывать то или иное произведение написанное армянскими композиторами впрочем искусство оно интернационально каждый композитор пишет музыку он это делает не для определенной конкретно этнической группы и в этом есть то самое счастье композитора что его произведения любят и ценят представители разных народов и это хорошо петь и исполнять могут кто угодно другое дело когда музыка нагло используется в пропагандистских целях и авторство указывается по другим именем а это вот уже как раз таки преступление ведь обворовывается интеллектуальная собственность к примеру у азербайджанцев и турок есть гимн об их нерушимой дружбе и где говорится об общих врагах армянах конечно же речь о песни которую они назвали черпанарды караденис и авторство приписали узиру гаджибекову между тем известно что эта композиция армянина саят новый на армянском языке и называется она кеманча вы можете даже сами чтобы я здесь не выкладывал погуглить набрать значит в окошке ютюба сначала песню черпанарды караденис а зачем затем саят нова кеманча и просто сравните один в один буквально братья пантуркисты исполняют песню на музыку армянского композитора как вам вообще такое все равно что гиммлер плясал бы под 740 или произведение комитаса приписываемые опять же своим азербайджанским композитором и доказательства я вообще представлял где ноты написанные комитасом написаны значительно раньше того же гаджибекова или какого-нибудь мамедова о которых они на постоянно говорят этот выпуск можно посмотреть по моему я его снимал ну года может быть четыре или пять назад например он называется аман тело но все все они умерли практически их права они сами защитить естественно не могут а армения вечно занята своими передрягами в правительстве защищают свои свое только те кто жив один из них автор знаменитого произведения арцах армянский композитор ара геваркян недавно прошел слух что он выиграл суд по своему произведению так ли это узнаем из первых уст а а и а и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Амирова! Добро пожаловать в Казахстан! 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 на КВН, в Кубок Президента Азербайджана или на Олимпийские игры, первые европейские Олимпийские игры в Баку. Но это все я не сделал. Хорошо, откуда тогда такой суд пошел по поводу именно Амирова? Вадим Джан, я никогда не дал под суд. И эта дезинформация, я не знаю откуда пошел, но... Я вам могу сказать откуда эта дезинформация пошла, потому что она и до меня дошла. Она сейчас муссируется по всем социальным сетям, и лично мне даже написали, что был суд, вы выиграли этот суд. Поэтому я даже с вами не обговаривал перед эфиром, и я начал с того, что вот прошел суд. То есть честно получилось, зритель видит, что... Я не знаю откуда такая информация пошла, но я об этом узнал про армянские СМИ, где там написано, что... Как написано, что Министерство культуры Азербайджана три дня тому назад опубликовал такую новость, что это произведение не принадлежит Фикрету Амирову. И все. И я эту ссылку поставил на моем стене в Фейсбуке, и там написал, слава Богу, я выиграл, но дай Бог, что эта информация правильная. Это тоже я написал, дай Бог, что эта информация правильная. А потом все звонят мне и поздравляют, а Роджан, ты выиграл в суде. Я говорю, какой суд? Я в суд не пошел. И мы в прошлый раз... Вы применили этот термин, выиграл. Да, я дал под суд и выиграл. Но я никогда не пошел на суд, никогда. Почему именно Амиров? У них есть другие еще композиторы. Почему они приписывают это произведение именно Фикрету Амирову? Я не знаю. Раньше приписывали еще Тофику Кулиеву. Как бы... Есть песня «Сцена де Галмаз». Вроде я взял эту сцену де Галмаз и переименовал Арцах. Но я слушал это совсем разные произведения. Никакого сходства там, даже две ноты не сходятся и так далее. Я не знаю. Я не знаю. Это, наверное, дезинформация приходит из Азербайджана. Я не знаю. Тем не менее, последний раз мы с вами виделись, общались лет, наверное, 7 или 8 назад. Вы еще тогда говорили, что, возможно, будете судиться. Почему откладывали? Вы считаете, не нужно этого делать сейчас? Нет. В данный момент я хотел обратиться в суд, в Европейский суд. И как раз мы начали готовиться к этому с моим адвокатом. Ну, сейчас можно сказать, что все точки уже расставлены над «и», над этим произведением? Или все-таки придется что-то доказывать кому-то? Я надеюсь, доказывать никого уже, никого не будем доказывать. Потому что я выпустил документальный фильм, где я показываю, я доказываю. Все факты показываю в этом фильме. Как азербайджанские журналисты пошли в дом Фикрета Амирова и его сын, что сказал. Потом пошли в Бакинскую консерваторию. И там ректор, что сказал. Ну, по-моему, достаточно. Скажите, не надо приписывать это произведение Фикрету Амирову. Откуда у вас эти записи? Вадим Джан, тем более, если под фотографию Фикрета Амирова звучит мой диск. Я играю. Наш армянский оркестр играет. Наши армянские музыканты играют. И они везде включают наше исполнение. Да, но еще сам Гейдар Джималь, когда был жив, говорил, что армяне очень хорошие музыканты и играют на наших свадьбах и похоронах. Так что все правильно. Скажите, вот по поводу вот этого фильма, которого выпустили на азербайджанском языке. Откуда у вас кадры-то эти взялись? Это специально для вас снимали эти кадры, что корреспонденты ездили к Фикрету Амирова? Нет, нет, нет. Нет. Это просто попался ко мне совсем случайно. Когда в Азербайджане в каком-то школе, я название не знаю, не помню, было первое сентября. И ученики пошли в первый класс, возле школы директор, наверное, организовал маленький концерт. И там танцевальная группа танцует под мою музыку Арсах и под мой диск. И там какой-то родитель подходит к директору и говорит, что это армянская музыка. Почему вы поставили армянскую музыку? И директор говорит, это не армянская музыка, это наш Фикрет Амиров написал. И там начался конфликт какой-то. И репортеры, которые были там, подошли, чтобы разобраться. И после этого конфликта решили разобраться во всем. Пошли в дом Фикрета Амирова и встретились с сыном. Он сказал, мой отец не писал эту музыку. Я устал об этом говорить. Говорит он. И так пишется в этом статье. И потом поехали в Бакинскую консерваторию. Я уже об этом говорил. Вот от этого и пошло. Все-все-все начался. И даже в этом фильме есть Хакин Азе. Там газета, статья из газеты. Когда во время Олимпийских игр в Баку был промо-ролик, где показывали Олимпийские игры и под мою музыку, там жаловался газета Хакин Аз. И там вот так написано. Азербайджанское гостелевидение раскручивает арцах. Это гимн сепаратистов НКР. И потом, когда я снял фото из этой статьи, через час эту статью уже не мог найти. они стирали быстро, но картинка с этим надписям у меня есть. И в этом фильме я все показал. Откуда это недоразумение пошло? Я хочу рассказать это недоразумение, чтобы всем было понятно, откуда пошло. Я музыку в арцах написал в 1997 году. Авторские права защищал в 1998 году United States Copyright Office The Library of Congress. В конгрессе США в 1998 году. Я играл эту музыку в 1999 году в Америке на моем концерте. В 1999 году выпустил диск, где Арцах. Потом в 2002 году музыку показали по всему миру, где Александр Абт выступил в Salt Lake City зимних олимпийских Мы об этом говорили в прошлом нашем выпуске. Да, я просто хочу освежить это. Освежить, да. И там объявили автор, армянский композитор Ара Геваркян. Потом через 4 года в Турине опять олимпийские игры выступала прекрасная танцовщица спортсменка из Грузии Елена Гедеванишвили опять под мою музыку Арцах и объявили автор Ара Геваркян. На русском, кстати, где передавался олимпийский на русском объявили мое имя. И после этого в 2006 году были олимпийские игры. После этого в 2007 году был летниковый период, передача на ОРТ. И там решили подставить армянский танец, армянскую свадьбу. и решили сделать музыку с двух частей. Медленная часть и быстрая часть. Медленная часть взяли дудук, знали, что армянский инструмент, взяли дудук, но тренер Жулин просто не знал, что эта музыка, азербайджанская музыка, которая играет музыкант, азербайджанский музыкант, играет на дудуке азербайджанскую музыку. да, да. Тене де Галмаз, как я помню. И прикрепили мою музыку Арцах как быстрая часть. И объявили фигуристы представляют армянский танец. И после этого пошла уже информация, что по телевизору в Москве показали звучит азербайджанская музыка и объявляют армянское. Звонит посольство Азербайджана и посол Холад Бульбулогли звонит в ОРТ. Это я все эту информацию получил свою бульбулизацию. Я эту информацию получил из Фейсбука и когда там в соцсетях между собой говорят все. Эту информацию я получил из азербайджанских СМИ тоже. Холад Бульбулогли звонит в ОРТ и говорит почему вы ставили азербайджанскую музыку и объявили армянскую. А там говорили, отвечали там. Тренер Жулин сказал, что мы взяли этот диск американский диск автора Ара Георгиан и там взяли запись называется Арцах. А Холад Бульбулогли на следующий день организовал пресс-конференцию и объявил, Ара Георгиан взял Сенеды Галмаз и переименовал Арцах. И вот пошло это недоразумение. Везде начали использовать мой диск. А когда я жаловался нашему министру культуры сказал вот так такое делать что мы будем делать. Она сказала дай мне 10 дней я поговорю с послом и этот вопрос решим. Потом через 10 дней мне вызвало наш министр культуры и сказал Арабиан успокойся это было недоразумение и Палат Бульбулогли просил прощения. Ну хорошо я могу об этом объявить по телевизору говорить по телевизору наш министр культуры сказал да. Я уже 14 лет кто спрашивает я об этом рассказываю. но я не дал под суд естественно он тоже музыкант я тоже музыкант люди искусства человек изменился я ничего не предпринял после этого поэтому что просил прощения об этом сейчас говорят это уже 14 лет тому назад было поэтому я никакой суд не обратился Владимир дай бог что все успокоятся хорошо что дай бог что министерство культуры Азербайджана то что объявил это дай бог чтобы это правильно в Азербайджане узнают правду и пусть используют мою музыку нет проблем только не надо объявить другого композитора узнаете это моя музыка используйте нет нет знаете что я заметил вот что Джован Гаспарян наверное единственный армянский композитор из ныне здравствующих на музыку которого еще не не были азербайджанские нападки но все стало вот на свои места когда я увидел даты Гаспаряну 92 года а этнониму азербайджанец 85 лет вот маэстро каждого из них старше на 7 лет получается но это к слову да скажите а вам нравится вообще азербайджанская музыка или может быть есть какой-то любимый автор любимое произведение если буду честно говорить я азербайджанскую музыку слушал ой вообще честно говоря я слышал Фикрета Амирова недавно чтобы искать где написал человек такую музыку и я когда слышал пару произведений я понял что Фикрет Амиров просто не мог написать музыку Арцах потому что этот человек композитор другого стиля классический композитор и он пишет большие произведения да Севиль балет я знаю ему не надо было писать музыку Арцах особенно для синтезатора тоже ну я азербайджанскую музыку мало слушал я никогда не был в Азербайджане и помню в советские времена часто звучали азербайджанские песни в Армении и армянские песни в Азербайджане потому что в советские времена были декады где меняются гастроли да гастроли скажем одного коллектива из одного ресторана там официанты музыканты шеф-повар все поехали на месяц в Баку и из Баку приезжали в Ереван азербайджанская кухня я это помню было такое и поэтому я слышал азербайджанскую музыку лишь во времена Советского Союза и только Фикрета Амирова произведение чтобы искать может быть какое-то произведение две ноты три ноты похожие люди считают что я взял у Фикрета Амирова я хочу заверить что существует семь нот всего лишь может быть мое произведение какая-то фраза кусочек может быть похоже на китайскую музыку или грузинскую музыку но я клянусь я ни у кого не взял никакую ноту может быть будут похожи какие-то фразы это в мире везде есть такое я говорю уже как музыкант как композитор говорю что я не имею надобности взять у кого-то музыку я сам пишут и уже более 150 200 произведений у меня уже не помню да мы все верим верим вам конечно хорошо спасибо большое Арах Арленович спасибо большое за то что еще раз встретились хоть и через много лет надеюсь в Ереване увидимся в ближайшее время с удовольствием Вадим Джан спасибо за такой душевный разговор для меня это очень полезно потому что я сам с первых слов вы слышали действительность я никого не дал под суд надеюсь что в Азербайджане этот конфликт уже закончится так как министерство культуры сделал объявление если это правда дай бог чтобы это было правда и мир всем спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...